Вопросы к Михаилу Владленовичу. 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 бессознательных состояниях, делали бы полисомнографическое исследование, вылавливали бы наличие или отсутствие РЭМ-фазы и уже однозначно строили бы прогноз. Пока, к сожалению, у нас нет других методов, но как бы мы с вами не относились с большим патриотизмом к нашим электрофизиологическим методам, они не дают полностью исчерпывающую информацию. Большому для нас сожалению. Я с вами полностью согласен, я благодарен, что меня пригласили, потому что каждый специалист подобен флюсу, я достаточно долго прослушал про сомнологии, никогда я не занимался, и меня, например, посетила эта мысль. А действительно, почему вот, если вы оцениваете это количество, почему мы в реанимации электроэнцефалограмму по-прежнему оцениваем на выпуклый военно-морской глаз. Поэтому я думаю, что действительно надо нам уже брать ваши методы и рассчитывать и смотреть, и как это есть. И может быть, там пройдут годы, я приду к вам с большой благодарностью за то, что я получил сталинскую премию за это дело. Спасибо. Но всего не расскажешь, так сказать, очень быстро сейчас аналогии развиваются. Одна из самых бурно развивающихся ветвей нейронаук. И каждый месяц приходит совершенно потрясающие данные. Вот только что, буквально три дня назад была опубликована в Nature совершенно замечательная статья, выполненная суперскими методами, которых мы еще и не видели, которая показывает особенно тщательнейший анализ строения нейронной системы вот в центре сна, о котором я сегодня рассказывал. А 6 декабря прошлого года в журнале Neurology была опубликована статья, которая, по моему взгляд, это революция в неврологии. Я не знаю, как оценивать это неврологи, и на меня появилось сильнейшее впечатление. Я докладывал об этой работе вот на форуме Александр Ильича, которые показывали, что путем очень тщательного такого и очень нейрокартирования с очень высоким разрешением, которое они добили специальным методом, применяя, так сказать, вот, там они использовали и мозг больного в коматозном состоянии, и мозг уже после его кончины, после вскрытия, и сопоставлялись со срезами. Им удалось добиться разрешения, там, буквально миллиметрового на этих самых, и вот они это вот сканирование обнаружили вот в тех областях, о которых я рассказывал, это расстраивальная часть мозга, это область, вот, в области процирулеус, парабрахиалис, очень, уже еще более детальные все нашли такое крошечное образование, всего два кубических миллиметров объемом, где, как бы, образно выражаясь, локализуется душа. Вы знаете, душа на кончике иглы, игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце. Вот если это место захватывает нейропатология, кома все, вокруг ничего не происходит. И эта область оказалась совершенно удивительным образом связана, когда они дальше стали исследовать, потому что на модельных экспериментах, ну, оказалось, что она связана такими образованиями, которые в модельных животных не присутствует. Это провинсулярная кора и, так, прогениальное образование в головном мозге человека. Это такие образования, в которых находятся, так называемые, нейроны фонэконома, о которых я вам сегодня рассказывал. Эта фонэконома, кроме всего прочего, открыл и такие нейроны, очень большие, вертинообразные, в которых дендриты подходят со всех отделов нейрокортекса. Куда-то идет мощная проекция, до сих пор неизвестно куда, и ни одного животного таких нейронов больше нет. Тальнейшие исследованные показали, что одни, такие животные, однако, есть, но это только те животные, у которых мозги больше 300 грамм по весу. Таких животных не так много. Это человекообразные обезьяны, слоны и китообразные. И связано это, видимо, с тем, что в очень большом мозге должны быть какие-то особые системы по связи этих вот отделов коры и между собой. И вот оказалось, что это вот область, так называемая коматозная область, которую они определили, она особо, по официальной рекортирующей показалось, что она особым образом связана с этими двумя образованиями, одно из которых они относят, как критическое для поддержания бодрости у человека, а другое, как критическое для поддержания, то, что называется awareness по-английски, то есть это состояние, ну, самосознание в окружающем мире, то есть то, что дает нам ощущение сознания. И эти, как только нарушается эта вот патология, захват эту область, нарушается связь с людьми образованиями, и вот тут возникает кома. Это как бы такая тонкая причинно-следственная механизм, который вот был выявлен в этих вот исследованиях. Вот это самые новые данные. Я думаю, что в ближайшее время появится что-то вот дальнейшее, что покажет нам дальнейшее изучение этого вот процесса, дальнейшие детали этого механизма. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще вопросы к Михаилу Всеволодовичу или к кому-нибудь еще? Михаил Всеволодович, у меня есть два маленьких вопроса. Первый вопрос. В вашей практике встречались случаи исследования энцефалограммы у пациентов с нейродегенерациями на терминальных стадиях? Было ли такое? Что-нибудь можете рассказать? Что вы имеете в виду под нейродегенерациями на терминальных стадиях? Ну, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера. Нет, 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 такого нет. И второй вопрос. Потому что все это скорая помощь, и вот то, что вы спрашиваете, это какой-то специализированный психиатрический стационар, где-то человек там угасал, допустим. Вот я так все это вижу. Ну, по скорой помощи, может быть, привозили. Ну, не буду я комментировать, нет. И второй вопрос. Ну, вот чисто теоретически, как токсикологу, понятно, что вот некоторые токсические вещества могут давать, ну, назовем это вот в энцефалограмме веретенообразную активность. Вот те же сонные веретены, надо. Это отдельная тема. Я понял, в двух словах. Значит, принципиально, дихотомично все вещества можно разделить по действию их на биоэлектрическую активность на две группы. Одни вызывают дозозависимое проградиентное угнетение, то есть замедление. И там самый простой пример, там, закись азота, то, что у Ифуни описано ЭЭГ и наркоз, 1969 год. То есть дельта, вспышка подавления, изолиния. Это не та изолиния, которую мы видим на смерти мозга, это обратимое состояние, и потом все восстанавливается. То есть это этанол, угарный газ, там, все, что действует целой молекулой. И в зависимости от своего воздействия на синаптические каналы можно выделить как минимум три класса веществ, потому что разрешающая способность электроэнцефалограмма, она тоже не безгранична. Значит, на первом месте стоят холинолитики, это атропин, ну и остальные там вещества из этой группы, это блокаторы как раз ретикулярной формации восходящих проекций. Там при тяжелых отравлениях до определенного этапа формируется устойчивая синхронизация в тетодиапазоне. То есть больной лежит в коме на искусственной вентиляции легких, у него регистрируется 6-7 Гц, которая ничем не сбивается. Другой класс веществ, это то, о чем мы уже сегодня говорили, это гамкогонисты, это, ну, допустим, бензодиазепины, которые при отравлениях до средней степени тяжести формируют большое количество бета-активности, в том числе и веретеноподобной. Но вот эти барбитуровые веретены, которые мы с вами все читали в букварях, которые были описаны ни разу при отравлениях барбитуратами в разных дозах, я не регистрировал. На это сейчас есть ответ. Это как раз вот концепция альфа-тета-континиума, которую разработали Хьюс и Крунелли. Они как раз начинали вот с барбитуровых веретен и вот с тех сонных веретен, о которых вы говорили. Это все единые механизмы. Да, это в основном гамк-система. Просто барбитураты в этой ситуации, они из этого ряда, как оказалось, немножко выпадают, поскольку бензодиазепины были синтезированы чуть-чуть позже. Я думаю, сейчас бы мы называли это как бензодиазепиновые веретены. И третий класс веществ – это вещества, которые действуют на адренергическую систему. В основном это симпатолитики или альфа-адреномиметики. Это, ну, допустим, ковин, которым травят девушки, да, с низкой социальной ответственностью, клофелин. Значит, там, наоборот, формируется устойчивая синхронизация, это все синхронизация в диапазоне дельта-волн – 2-3 Гц. Может быть, что-то есть и еще, но вот спектр отравлений, с которыми мы работаем последние 20 лет, вот он, наверное, в основном ограничивается этим. То есть, там, допустим, героин, метадон – это никоим образом специфическую картину не дает. У меня был очень простой вопрос. Агониста дофамина можно вписать куда-нибудь? Пока мне не удавалось, честно скажу. Более того, не удавалось настолько, потому что он не вкладывается во все мои рассуждения, что у меня заказана серия экспериментов на животных в Институте токсикологии, вот именно, чтобы с ответом на этот вопрос. Так что я, получается, на правильном пути. Я тоже так думаю. Спасибо. Пожалуйста. Почему нет? Возможно. Александр Леонидович, у меня нет опыта с аутоиммунными заболеваниями лечения циркогенов. Действительно, мелатонин как иммуномодулятор достаточно мощный, да, и абсолютным противопоказанием является сахарный диабет первого типа, который относится к аутоиммунным заболеваниям. Вопрос по поводу других аутоиммунных, их масса, вот, значит, там неоднозначна в литературе информация, потому что одни говорят, что нельзя это использовать, другие говорят, что наоборот эффект лучше даже получается, то есть и прогрессирование аутоиммунных заболеваний уменьшается. Значит, я могу сказать на своей практике. Мы назначали и с аутоиммунным териодитом, и при других, так скажем, аутоиммунных заболеваниях мы не видели какой-то там отрицательной динамики. Вот, поэтому вопрос глобальный неоднозначный еще, абсолютным противопоказанием сахарный диабет первого типа, при других надо экспериментировать просто. Если там будут какие-то побочные эффекты, отлонения и так далее, тогда его отменять. Ну, мне кажется, и сахарный диабет тот вопрос все-таки не до конца он однозначен. Нет, практически мы не можем такую инструкцию нарушать, мы можем тогда просто как бы попасть в место не столь отдаленное. Хорошо. Еще вопросы, комментарии. Может быть, Владимир Матвеевич, что-то хотите сказать в заключение? Выступал бы пользуясь тем, что у нас осталось время обычно на наших конференциях. Наоборот, никак не хватает времени поговорить. Я еще могу поводу мелатонина сказать. Дело в том, что меня как биолога еще удивляет вот интерес врачей такой к этому вещество, потому что вот с точки зрения физиологии и вот мой такой собственный опыт, ну, не врачебное, просто я предлагал всем своим знакомым и родственникам, которые жалуются на бессонницу, значит, и мелоксен, и циркодин, и никому, никогда, ни в одном случае никогда ничего не помогало. Хотя я их уговаривал, хотя я сам не верил, но я их уговаривал, что это что-то безвредное, что ничего абсолютно. А с точки зрения физиологии он и не может быть, потому что это вещество, которое, строго говоря, ко сну никакого отношения не имеет. Абсолютно. Мелатонин – это вещество, которое формируется, формируется в эволюции и в антогенезе оно формируется как фактор, который тормозит гормоны гипофиза. И, собственно говоря, что наблюдаем в ходе развития ребенка, когда сначала он получает мелатонин через плаценту, потом он получает мелатонин с молоком матери, потом через два года начинает вырабатывать все больше и больше огромных количеств, которые удерживают гормоны гипофиза от слишком раннего выброса. И в период пубертатный, когда начнется повозревание, резкое снижение выброса мелатонина приводит к тому, что мы все наблюдаем. То есть резкое увеличение выброса не только патогормонов, но и всех прочих гормонов и гормонов гипофиза и возрастения организма. Известны случаи патологии, вы знаете, во всех учебниках описаны, когда преждевременное половое соревание вызывалось именно на наличие опухолей гипофиза. А потом он уменьшается до каких-то небольших порций сравнительно с детским возрастом и удерживается всю жизнь до глубокой старости. В глубокой старости, вот они говорят, итальянская была знаменитая книжка «Чудо мелатонина». Я написал по этому поводу в журнале «Перродство» отек, который назвал «Мелатонин без чудес», доказывая, что то, о чем они писали в этой статье, в этой книжке, не только не поможет, а наоборот, точка биологической зрения, общебиологической, я не врач, оно наоборот. То есть прием мелатонина в пожилом возрасте приводит к подавлению выброса гормонов гипофиза, которые и так уже ослаблены, но уже нельзя их больше тормозить. Его функции торможения, основное торможение гормонов гипофиза, он продолжает всю жизнь выполнять. А уже костные дела, то, что выделяется только в темноте, и поэтому он каким-то образом связан с регуляцией циркадной ритмики и с регуляцией, соответственно, косвенной циклы бодрствия, потому что мы с вами спим ночью, а кошки наши спят днем, так они все равно выделяются ночью. Это он не может быть гормонов сна, когда они как раз бегают. Понимаете? Какого-то повреждающего эффекта, потому что ни ЛД-50, ни ЛД-100, ни мелатонина нет. Но, с другой стороны, скажем, чрезмерное его употребление, как и в Америке, там продается, знаете, в униермагах вместе с витаминами, продается вместе с витаминами мелатонин в гигантских дозах. Я искал, есть ли у них мелатонин в маленькой дозе, которую рекомендует. Вот моя ленинградка, бывшая Ирина Жданова, работающая в Бостоне, она все время написала замечательную работу, сделала и написала, и она показала, что только очень маленькие дозы мелатонина могут воздействовать, ну, путем, так сказать, косвенных воздействий, может воздействовать на сон. То есть 0,1, 0,3 мг, а нет, таких доз нету. И эти же тоже используются, кстати, для коррекции ритмов, биоритмов при трансмиллиональных перелетах. Там тоже у нее по ее схеме применяются очень маленькие. При перелетах на запад, там, по-моему, от 0,3 до 0,5, а при перелетах на восток от 0,5, 1 до 0,2, вот так, по-моему. Очень маленькие дозы, потому что при больших дозах активизируются ферменты, его распады, и просто он никак не действует вообще. Но хроническое повторение, как мы используем витамины, это может быть, собственно, и чревато, потому что эта система распада мелатонина, она может, так сказать, дать сбой, и огромные дозы, которые будут блокировать выброс гормонов, то есть это совершенно какой-то дикий, противоестественный гормональный эффект может оказывать. То есть это вовсе не так безобидно, как это может показать. Поэтому очень странно все это явление. Мне кажется, что на западе оно было в значительной степени просто спровоцировано вот этими фармфирмами, которые его выпускают, и они зарегистрировали, чтобы его больше и больше ели, ели столовыми ложками вместе с, как, как, перемен, как поливитамины. И, значит, действительно в аптеках, я с вами глазами видел, я не мог поверить, по 20 миллиграмм, по 50 миллиграмм, по 100 миллиграмм в капсуле, в таблетке. Поэтому вот этот самый циркодин, который, конечно, дает более такой адекватный, все-таки такой дозированный эффект, но насколько это может быть эффективно при тех случаях, когда применяет, по-моему, это очень спорно. Так что вот с моей точки зрения общий биологический применение очень ограничено. Спасибо. Владимир Матвеевич, вы запугали своих родственников. Хотите нас еще запугать? Да. Но единственное, Владимир Матвеевич, есть вот все-таки как некие факты позитивного влияния мелатонина, есть отрицательные факты. Если его все-таки давать всем подряд без всякого соображения, вот сегодня там, то эффекта не будет. И он в России у нас используется в клиническом плане где-то с 95-го года. Вот мелоксен первый появился-то. И вначале стали активно давать, а эффекта-то там ноль. Нельзя всем подряд давать, нельзя всем подряд давать, нужно по показаниям. 60 процентов остается в печени от 3 мг. Сейчас российский препарат, я говорил, в аптеках стоит дешевле, правда, субстанция делается в Италии, но все равно он намного дешевле, чем мелоксен, если говорить о короткого действия. Но при нейродегенерации, кстати, при некоторых расстройствах в больших дозах требуется мелоконина, в отдельных случаях. В неврологическом журнале? В физиологии. Вечером циркадин, а утром лампочка. Это пожилые люди, там до 12 миллиграмм, по-моему, дозы. От 3 до 12 используется индивидуально. Спасибо, Владимир Матвеевич. Коллеги, ну, я так понимаю, тема конференции нашей иссякла. Хотелось бы сказать, что сегодня было очень весело, интересно и познавательно. И не зря мы здесь пришли и послушали друг друга. Хотелось бы сказать всем спасибо большое. До новых встреч. АПЛОДИСМЕНТЫ